Третья часть по NFT терминам и начнем мы со слова skip. С английского skip значит пропускать. Сирич, обходим данную коллекцию стороной. Допустим, выбирали мы тут одно, второе, что-то третье. И там в телеграм-чате можно увидеть, берете что ли эту коллекцию, но кто-то напишет skip. Skip, skip, это значит то, что что-то человеку не понравилось, либо там, например, цена, либо supply, либо картинки, либо то, что социальные сети слабо развиты и нет в фолловерах коллекционеров крупных с галочками и так далее. Нет каких-то крупных партнерств. Следующее слово Dior, или если расшифровывать, do your own research. Делай свое собственное расследование, исследование. Ну вот так это обычно пишется, либо на английском, либо кто-то пишет на русском. Допустим, я к своим постам в телеграме тоже часто говорю, что, ну, то есть обзор я сделал, но в то же время Dior, то есть я могу где-то что-то не доглядеть, либо же вообще просто сделал обзор на то, что мне понравилась коллекция своей какой-то, ну, необычностью, чисто идея, что такая, ну, уникальная. Ну, допустим, вот эта, она выделяется. Хотя я посмотрел, там вроде не особо идет продажа, но тем не менее, то есть хотя бы рисовка уже что-то, не вот эти вот постоянно, не те же мультяшные фигурки. Есть, правда, коллекционки, например, Mechaverse, на которых я уже делал обзор, где за 0,2 эфира можно было купить, ну, если выиграл в лотерее, и потом их продать за 6 эфиров, то есть они там долгое время достаточно на 6 эфиров держались, то есть это сколько? 30 иксов получается. Сейчас пусть флор прайс опустился, но тем не менее. То есть есть такие сейлы, где Dior не Dior, но туда заходить стоит, потому что там просто смотришь на постах по тысяче, полторы, две, три тысячи твитов, ретвитов, комментарий, там 500 тысяч штук, ну, и здесь как бы no brain idea, no smart idea, ну, просто берем, заходим и покупаем. Ну, вот, кстати, тоже что-то может быть необычное, но это вчерашний сейл, тоже не знаю, там какой сейчас флор прайс, ну, просто если даже по картинке смотреть. Следующее понятие – это листинг. Хочу тоже здесь прояснить, ну, вот возьмем за пример такую коллекционку, это Revenants by Alephia AI, в общем, искусственным интеллектом созданные NFT. Ну, почему они так дорого? Потому что вот именно от студии, как в лаборатории, что ли, назвать Alephia, где искусственный интеллект конкретно создал вот в самых таких топ-100 людей, скажем, планеты, что ли, ну, которые что-то дозначили, то есть, тут есть и Ван Гог, и Клеопатра, и Лена из Трои, крестный отец, Леонардо да Винчи, Аладдин из мультика-сказки, вот, ну, и так далее. И здесь, кстати, даже есть, да, вот, Екатерина Великая. Вот она, кстати, продалась за 35 эфиров, ну, принятый оффер-предложение. Вот, ну, а здесь мы видим, что она была замечена 10 дней назад. Слово minted, вот, это когда, в общем, покупается на сайте, вот, Alephia, ну, не Alephia, а где там была, происходил данный сейл, вот, ну, и потом они, все вот эти NFT оказались здесь, на OpenSea. Вот, допустим, берем мою коллекцию 999 Dudes, да, здесь видим кнопку лист, ну, как пример, да, то есть, тоже я вначале заметил, то есть, я закинул свою картинку, засунул картинку в блокчейн, и далее лист, листинг, это означает, когда я выставил ее на продажу, то есть, я дал ей цену 0,05 эфира, соответственно, она, поэтому у меня отображалась как залистенная, то есть, залистенная по какой-то конкретной цене, которую можно купить. А здесь же, например, почему нету слова листинг, потому что, ну, просто человек не выставлял, в общем, на продажу, ему сделали оффер-предложение, ну, и он его принял. Ну, они еще, кстати, вот так вот двигаются, вот Шерлок Олмс, то есть, ну, смогли воссоздать, как бы он двигал глазами, лицом в реальном мире, если бы он сейчас жил. Ну, и последнее понятие – это аукционы. Аукционы бывают двух типов в NFT, это английский и голландский. Английский – это стандарт для нас аукцион, когда, ну, мы видели в фильмах, там, например, начальная ставка за лот, скажем, 100 долларов, и постепенно повышается, повышается, ну, оговаривается шаг, например, если 100 долларов, то шаг, скажем, не знаю, 50 долларов, то есть, следующий – 150, 130, 140 нельзя предлагать, ну, и выше. То есть, в каком, в течение какого-то времени объявляется данный аукцион, вот, ну, и когда он заканчивается, мы узнаем, кто стал победителем. И второй тип – это голландский аукцион, вот, он встречается реже, чем английский, и, как правило, ну, голландский можно, английский, точнее, можно увидеть вот здесь, то есть, на OpenSea, скажем, да, там есть такая прям функция, когда мы листим нашу NFT. Мы можем выбрать минимальную цену, за которую готовы, то есть, не минимальную цену, мы выставляем минимальную цену, по которой начнем с торги, например, 0,1 эфира. Вот, и тоже там, ну, люди могут предлагать, согласно нашему шагу, какую-то свою стоимость, скажем, с 0,1 эфира дойдет до 1, и так далее. Вот, ну, голландский аукцион, он, как правило, проходит на сайтах, где происходит сам минт, сама покупка NFT, и отличается от английского тем, что голландский аукцион, наоборот, начинается с самой наивысшей цены, например, ставка в 10 эфиров, и по истечении времени, это тоже все оговаривается, например, каждый час цена будет уменьшаться на 1 эфир, например, NFT, скажем, 555 штук, цена 10 эфира, через полчаса она снизится до 9 эфиров, еще через полчаса до 8, и так, пока либо же все NFT не выкупят, либо же стоимость не станет такой, ну, которую выбрали сами авторы, создатели данных NFT. То есть, например, они, ну, говорят, что ниже 5 мы не будем продавать, соответственно, пройдет сколько, несколько часов, пока с 10 до 5 эфиров цена опустится, вот, ну, и тут либо же выкупят все NFT раньше, либо когда подойдет ближе к этому времени, вот, ну, как правило, выкупается все раньше, вот, ну, реже бывает, когда, допустим, с 10 эфиров опустилась цена там до 8, ну, и здесь тоже происходит чаще быстрый sold out, ну, это если мы говорим про популярные коллекции. Также систему голландского аукциона используют для того, чтобы избежать газовых войн. Ну, а почему таким образом избегаются? В артблоках, например, тоже это практикуется, потому что, ну, немногие, допустим, готовы брать за там какую-то большую стоимость, например, торги начались с 0,5 эфиров, вот, ну, и создатели говорят то, что дойдут до 0,1. И многие как раз, ну, ждут, смотрят тут, исходя из того, какая цена пропорциональна ей, какое количество осталось NFT. Следовательно, данный аукцион, он, ну, помогает избежать того, чтобы все в одну и ту же секунду нажимали кнопку mint, купить, купить и так далее. Вот, кстати, рейнджеры, тоже прикольная коллекция из детства. Как-то так, и на этом все, надеюсь, вам было полезно. Подписывайся на мой телеграм-канал, на мой твиттер, заглядывай в мою коллекцию и до новых встреч!